Ха-ха, щас, нашли дурочку с передовой, когда у россиян вся передовая включает заднюю. Я там, где тихо и спокойно, в коридорах власти. Подслушаем, о чём тут говорят. Ну что, обделался? Вызывали? Нет. И ничего я не обделался. Произошло плановое сокращение сфинктера, кардинальное свёртывание метаболической активности и перегруппировка продуктов жизнедеятельности. С помощью эвакуационного смывного механизма всё отведено на заранее подготовленные позиции. Тем самым избежали попадания в фаянсовый котёл. Но не избежали попадания к себе в штаны. Что, запятнал честь мундира? Только сзади. То есть, по факту, обделался? Отставить. Хотя, далеко не уходи. Ситуация нестабильна. Можешь мне понадобиться в любой момент. Блин, ведь всё было готово к референдуму на, казалось бы, освобождённых территориях. Да, по сути, мы его уже провели. Сначала хотели в мае, потом в сентябре, а теперь и мимо 4 ноября пролетаем. Надо выбрать дату такую же, как сам референдум. Чисто символическую. Новый год? Восьмой марта? Да хоть день рождения Штирлица. Ему скоро 150 лет стукнет. Отлично! В 2050 году. Годится. С датой определились. Чуть не спалилась. Передислоцируюсь. Блин, когда это спрямление началось, я даже не знал, что и говорить. А я ляпнула, что мы с ними один народ. То есть любая победа Украины – наша общая победа. Слава богу, сейчас с повесткой определились. Нужно готовить народ, что эта бодяга надолго. И про всеобщую мобилизацию. Короче, задолбать народ так, чтоб когда мобилизацию введут, все вздохнули с облегчением. Эй, а резервы-то на мобилизацию есть? Резервы есть! Мне вот недавно у подъезда трепальник начистили. Такие крепкие, хорошие ребята. Есть резервы? Подписывайтесь на заповедник, ставьте лайки. Ты что? Они же наши конкуренты. Да какие конкуренты? Они делают пародию на новости, а мы пародию на правду.